Депутат парламента Республики Молдова Мариан Лупу в рамках рабочей поездки по населенным пунктам Гагаузии 24 августа 2010 года посетил город Чадерлунга. На встрече в Доме культуры Мариан Лупа осветил не только вопросы, над которыми работает Демпартия в рамках разработанной ими социальной программы, но и разъяснил различия голосования на выборах от участия граждан на референдуме, который в Молдове пройдет впервые. 5 сентября, приедя на избирательные участки, вы в этих бюллетенях не найдете никаких фамилий, названий никаких партий. Там не будет, потому что 5 сентября это не голосование за партии или за людей, за кандидатов в президенты. Не это, 5 сентября. В бюллетене вы найдете один вопрос, написан. Следующий. Согласны ли вы, чтобы президент республики Молдова избирался напрямую народом? Все, точно. И два варианта вопроса. Да? Нет? Больше в этом бюллетене ничего нет. Говоря о конституционном референдуме 5 сентября, Мариан Лупа с уверенностью заявил, что он обязательно примет участие в нем и проголосует за, и привел веские аргументы. Почему я это сделаю? По двум, как минимум, причинам. Первое. Я полагаю, что это будет восстановление уважения и прав людей нашего общества, каждого из наших граждан. Чтобы он сам, не посредством кого-то, не посредством каких-то партий или формирования, а лично он, смог напрямую высказаться в пользу той или иной кандидатуры на президентских выборах. Чтобы он лично решал. Вторая причина, не менее важна. Знаете ли вы, дорогие мои, что после изменения в Конституции в 2000 году, без референдума, в парламенте было сделано, когда вышли на систему, что президента должен избирать в парламенте, с тех пор, по 2009 году, было сделано 8 попыток избрания президента в парламенте. Из 8 попыток только 2 были удачны. 6 провалились. 2 провалились сразу после изменения Конституции в 2000 году. Из-за этого страна вышла на повторные парламентские выборы в 2001 году. 2 провалились в первой половине прошлого года, а опять повторные парламентские выборы в 2009 июля. И 2 попытки провалились к концу прошлого года. И нас опять ждут повторные парламентские выборы. В завершении встречи, отвечая на вопросы горожан, депутат парламента выразил свою позицию по вопросам унификации пенсий, накопительной системе медстрахования, привлечения инвестиций и развития свободных экономических зон в регионах. Хочу выразить вам благодарность, потому что такой разноплановой кампании, в которой вы находились вот этот год, начиная от каркающей оппозиции социалистического лунта и скончая кукорейку и шингим, все-таки вам хватило выдержки и терпения протаскивать социалистические законы для благо работающих людей, во благо защиты пенсионеров и истории о вас, оправдает, что бы ни говорили каркающие вчерашние воронки. Многих это интересует. Восемь лет, нет, уже девять лет назад, вот Владимир Воронин, когда первый раз он избирался, сбил себе грудь, что он первый ваговуз, все исполнил для нас. Дело в том, что он обещал второй государственный язык, что будет русский язык. И вот до сих пор его нет. Вы вместе были, вы извините, это не провокационный вопрос, я вас уважаю. Я вас мысленно вижу уже президентом в будущем. И вот этот вопрос, второй язык, русский язык, так и не прошел. Что там очень трудного было? Много денег надо было, бюджета взять? Или что это самый простой вопрос был, наверное, я так думаю. Хорошо. Несмотря на то, что вопросы были разные, в том числе и провокационные, и сугубо личные, присутствующие остались довольны его визитом в Чадерлунгу. Хочу вам пожелать хорошего дня.